Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами. Американская актриса, танцовщица, продюсер, номинантка на премию «Оскар» в 1944 году, жена Чарльза Чаплина, Эриха Марией Марки, Полит Годдар. Данные я беру из икипедии. Полит Годдар, рожденная Марион Полин Леви, родилась в Нью-Йорке 3 июня 1910 года в семье Джозефа Леви, производителя сигар. В 1926 году ее родители развелись, и Альта Мэй Годдар, ее мама, чтобы избежать борьбы за опеку, над дочерью вместе с дочерью покинула город и в последующие годы часто меняла место проживания. Полит Годдар не встречалась с отцом до 1930-х годов, пока не стала знаменитой. Профессиональная карьера Марион началась рано. Универсальный магазин «Сакс 5-е веню» пригласил очаровательную малышку демонстрировать детскую одежду. В 15 лет она становится танцовщицей в легендарном на то время эстрадном ревью Зигфилда. Тогда же она и поменяла свои имена Полит. Девушки, работавшие у Зигфилда, довольно часто находили себе богатых поклонников и мужей. Полит не стала исключением и уже через год нашла себе, как и казалось, достойную партию богатого промышленника Эдгара Джеймса. Но брак продержался недолго и в 1929 году супруги развелись. Благоразводный процесс принял Полит огромное по тем временам состояние в 375 тысяч долларов. Она купила на полученные после развода с Джеймсом деньги дорогую машину и шикарные парижские туалеты. Вместе с мамой отправилась покорять Голливуд. На первых порах ей пришлось довольствоваться скромной ролью статистки, но шикарные парижские наряды. Дорогие украшения, в которых она приходила на съемки, будучи участницей массовки, вкоре сделали свое дело на загадочную красавицу и стали обращать внимание. У Полит появились покровители. Сначала им стал режиссер Хэлл Кроуч, затем Джош Шэнк, президент киностудии United Artists, одним основателем которого был Чарльз Чаплин. С Чаплином Полит познакомился на яхте. Чаплин влюбился в Полит и два года спустя женился на ней. Церемония бракосочетания состоялась на яхте в открытом море. Чарльз старался не афишировать их брак, но Полит решила вопрос кардинально. Сразу после бракосочетания она перебралась в дом Чаплина, завела дружбу с его сыновьями, которые, надо сказать, ее просто обожали, и на правах хозяйки принимала гостей. В 1939 году Александр Кордо, известный режиссер, которого в СССР знали по фильмам «Леди Гамильтон» и «Багдадский вор», предложил Чаплину снять антинацистскую и сатирическую ленту «Великий диктатор». В великом диктаторе в роли Ханны Чарльз снял Полит. Фильм вышел на экран осенью 1940 года и был с успехом принят публикой. На премьере Чаплин впервые вслух назвал Годер своей женой. Они оба получили приглашение в Белый дом на аудиенцию президенту Рузвельта. Однако, к тому времени брак уже был обречен, ссоры, продолжавшиеся последние три года, уже не оставляли сомнения в неизбежности развода. На момент расставания с Чаплиным Полит было чуть больше 30. Развелись супруги без взаимных разоблачений и громких скандалов. После развода с Чаплиным Годер выходит замуж за актера Берджиса Мередита, с которым она снималась в фильме «Дневник горничной» и несколько других фильмов. После войны она и Мередит стали активными участниками антимаккартистского комитета. В 1949 году Годер разводится в Берджис. В фильме «Унесенный ветром» должна была сыграть роль Скарлита Хара, но контракт был отменен из-за неясности наличия зарегистрированного брака с Чаплиным. В 1950-е годы ее карьера пошла на оболь. В 1958 году Годер вышла замуж за Ремарка и переселилась в Швейцарию, не так далеко от своего бывшего мужа Чарли Чаплина. Она вспоминает, что они нечасто виделись. «Мы живем на разных горах», — говорила она. Скончалась актриса в 1990 году, в возрасте 79 лет. Вот так вкратце из переводной Википедии. У американской актрисы, танцовщицы, продюсеры, номинантки на премию «Оскар» Полит Годер. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok